И вновь утренний телеканал Ростовской области приветствую всех в своей студии. Уже третью неделю продолжает свою активную работу, замечательная акция под названием «Мы вместе». Мы уже неоднократно упоминали о ней в нашей передаче, и настало время поговорить о ней чуть подробнее. На прямой связи с нашей студией координатор по работе со средствами массовой информации общероссийского народного фронта в Ростовской области Вероника Лисица. Вероника, доброе утро. Вероника, доброе утро. Доброе утро. Вероник, первый же вопрос. Об акции мы говорили, упоминали, как я уже сказал, неоднократно в нашей программе. Но хотелось бы немножко узнать о том, как возникла идея, как она обсуждалась, долго ли все это длилось, прежде чем все это запустилось. Рассказываю. Ну вообще еще в марте общероссийский народный фронт открыл по всем регионам штабы помощи пожилым и маломобильным людям, которые остались дома из-за коронавируса, ну вынуждены оставаться. И вместе с этим волонтеры, медики, ассоциация волонтерских центров, ОНФ запустили акцию взаимопомощи «Мы вместе». Кстати, сейчас уже к этой акции присоединились различные некоммерческие организации. И просто люди готовы помочь, оказать поддержку. Кстати, Ростовская область вошла в список, в пятерку лидеров регионов по количеству зарегистрированных добровольцев на сайте мывместе2020.рф. То есть эта цифра уже перевалилась за тысячу. Недавно присоединился, кстати, фонд продовольствия «Русь», который обеспечил малозаймущих пожилых жителей наборами бытовой имени. Также, возможно, вы слышали, мы на следующей неделе уже начнем раздавать людям бесплатные продуктовые наборы. Это 40 тысяч жителей пожилых, одиноких, даже 65 лет, самые нуждающиеся. Поэтому, если говорить об истории, то, наверное, мы сейчас все вместе делаем ее сейчас, пишем ее сейчас. Вероника, вы рассказали о том, что и будет еще, и что сейчас проходит. Но в регионе уже поступают тревожные сообщения, появились мошенники, которые пользуются тем, что есть добрые люди и делают правильные вещи, и как-то пытаются нажиться на этом. Как вы ограждаете пожилых людей от мошенников, которые хотят воспользоваться ситуацией и просто совершить весьма неприятные поступки? Да, мы работаем в следующем формате. Например, пожилые жители Ростовской области обращаются на горячую линию ОНФ и сообщают, какая помощь почему необходима. Тогда сотрудник колл-центра присваивает ему номер заявки. Уже потом на месте мы созваниваемся с этим заявителем и уточняем, какая помощь ему необходима. Когда можно принести, естественно, представляем себя, представляем свою организацию и, самое главное, сверяем номер заявки. То есть вот этот номер заявки, есть некий код-пароль, который защищает от мошенников. Все, спасибо. Теперь все точно знают, что должен быть номер заявки и совпадать. Твой номер заявки с тем, который называет тебя волонтер, который приходит оказать помощь. Вероника, акция, как я уже сказал, работает не первую неделю. Расскажите немножко, сколько вообще заявок-то поступило за этот момент, сколько обработано, сколько в работе находится и насколько тяжело, легко все это объять. О, здесь, наверное, начну с небольшого такого хвалы, похвалы, похвалостовства маленького. За три недели работы волонтерского штаба мы смогли помочь свыше тысяч пожилым и маломобильным людям с доставкой продуктов, доставкой лекарств, помогли оплатить все коммунальные услуги. Остальные заявки, их порядка сейчас полутора тысяч, они находятся либо в работе, либо отложены по желанию заявителя на другие даты. А какие самые необычные просьбы были за это время? Ну, вообще, самые стандартные, я вам рассказала, необычные. Это, вот бабушка попросила купить сыр с большими дырочками, где было больше дырочек, потому что так вкуснее. Или, например, доставить три килограмма шоколадной глазури. Также мы организовали стрижку на дому для инвалида-колясочника. Еще мы отправили посылку в другой регион, в Ставропольский край, от бабушки Маши, своему шестилетнему внуку на день рождения. Там была игрушка-конструктор. Еще очень хотелось бы отметить такую историю, которую волонтеры не смогли пройти мимо. Мы пришли к заявителю, ему 58 лет. Нас удивил его скромный заказ, всего лишь на 219 рублей. Мы когда пришли, он живет в таком, ну, достаточно скромном доме. У него он перенес ульт, был парализован. Мы доставили ему заказы, ябку закрыли, но ребята подключили своих друзей и по-прежнему его сопровождают. То есть приносят лекарства, продукты. Он уже даже сам говорит, все, мне уже ничего не нужно. Но более того, ему ребята установят пандус, чтобы он смог хотя бы гулять во дворе. И после того, как закончится история с карантином, будут обучать его писать и читать. Вероник, у меня вопрос такой. Я знаю, что эту акцию, мы знаем, что эту акцию еще поддержал губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. Расскажите немножко об этом. Да, мы обратились к губернатору Ростовской области с просьбой поддержать волонтерский штаб. И в итоге нас волонтерский штаб обеспечили машинами. То есть сейчас 57 машин по области в каждом муниципалитете. Телефонами, бесплатным проездом в общественном транспорте. Также мы теперь, волонтеры, могут закупать продукты и лекарства со скидками для заявителей. Я надеюсь, что еще больше добрых дел будет сделано и на этой неделе, и на следующей. И не остановимся на этом. Пусть вот эта акция «Мы вместе» существует у нас всегда. Вероник, спасибо большое. Успехов и вам, вообще всему Ростовскому отделению Общероссийского народного фронта, всем волонтерам. Кстати, я думаю, что присоединиться к этой акции же может любой человек. Я имею в виду в качестве волонтера. Конечно, вы в том числе. И мы в том числе. Все, прекрасно. Вероник, спасибо большое. Я напомню, с нами на прямой связи был координатор по работе со СМИ Общероссийского народного фронта в Ростовской области Вероника Лисица. Мы продолжаем нашу программу. Следующая новость поступила к нам из Новошахтинска. Начался капитальный ремонт дороги по улице Молодогвардейцев там. Это, кстати, хорошая очень новость. Вы видели эту дорогу? Вот я ее видела. Правда, на фотографиях, но уверена, что зрелище в реале еще хуже, потому что и так слеза стекала по щеке моей. Дело в том, что там действительно дорога была в плачевном состоянии по улице Молодогвардейцев. Вот это самое покрытие. Там заменят дорожную одежду, бордюрный камень, а также обустроят тротуары и заездные карманы. Вот что говорят в официальном сообщении. Кроме того, здесь появится бетонный желоб для отвода воды с проезжей части и 105 дорожных знаков. На обновленную дорогу нанесут новую разметку, а возле школы номер 14, которая находится на этой улице, соорудят лежачих полицейских. А ты знаешь, что эта дорога не простая, а золотая? Почему? Потому что, чтобы сделать ее качественной, в рамках нашего национального проекта, безопасные и качественные автомобильные дороги на нее потратят 46 миллионов рублей. Немного, немало. Ну, действительно, потому что эта улица имеет приоритетное значение для Новошахтинска. Здесь пролегают маршруты грузового и пассажирского транспорта, школьные маршруты. Ну, в общем, конечно, по-другому здесь никак. Ну, а теперь самое время отправиться на улицы Ростовской области. Вчера мы смотрели то, сколько людей на улицах в Ростове-на-Дону находится в период самоизоляции. А сегодня отправимся в каменоломнии. Все благодаря нашей любимой программе «Время местное». И прямо сейчас эксклюзивно мы покажем сюжет о том, как проходил рейд в каменоломнях. Но уже сегодня вечером ты можешь посмотреть целиком любимую программу «Время местное» и узнать новости Ростовской области именно там. Добрый день, дорогие наши телезрители. Сегодня мы проводим экспресс-рейд по поселениям Октябрьского района. Стартуем с нашей площади в райцентре поселка Каменоломни. Звучит наше радио, светит солнышко. И все вы видите вполне за моей спиной. И вокруг сейчас мы поведем камерой. Вы посмотрите, что жители райцентра в общем-то с карантином дружат. И не рабочую неделю восприняли так, как надо. Даже трасса не очень загружена. По всей видимости соблюдается карантин и самоизоляция наших жителей на уровне. Несмотря на ясный, солнечный, теплый день и площадь Комсомольская опустела. Сейчас переедем к комплексам торговым. Посмотрим, как там обстоят дела. Самый крупный торговый центр в рабочем поселке Каменоломни. Как видите, есть парковочные места. Ну и, конечно, есть еще и посетители, которые, по всей видимости, просто у них закончились продукты. Мы переехали в микрорайон Южный, поселка Каменоломни. Он более оживленный, нежели райцентр. Новый жилой комплекс по улице Победа и переулок Узкий. Здесь детская площадка также опустела. А вот эта детская площадка рядом с Дворцем культуры. Здесь всегда многолюдно, здесь много детворы. Сегодня здесь никого нет. Поэтому остается поблагодарить наших телезрителей, наших жителей поселка Каменоломни за то, что они выполняют указания президента нашей страны, оперативных штабов в области района и сегодня остались дома. Посмотрим, как обстоят дела в других поселениях района. Но мы планируем об этом рассказать позже. Вот я сейчас сюжет посмотрела. Везде так пустынно, немноголюдно. И я почему-то вспоминаю каждый раз, выходя на улицу, что на работу-то надо идти как-то, как в период майских праздников, знаешь, все пусто, все уезжают на дачу. И сейчас многие думают, а не поехать ли нам на дачу за город? А вот не поехать. Потому что за это могут оштрафовать. Жители Ростовской области действительно могут оштрафовать за выезд на дачу или за город. За нарушение режима самоизоляции придется выложить кругленькую сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Ну, собственно, это к вопросу о том, что есть, да? Ответ на вопрос, можно ли выехать на дачу или за город с целями, не связанными с острой необходимостью, он однозначный. Этого делать нельзя, сказал начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин. Так что, дорогие друзья, все понятно. Нет, нельзя. Остаемся дома. И это один из самых популярных вопросов в последние несколько дней. Куда можно выходить, куда можно передвигаться, куда нельзя. В региональный центр оперативного мониторинга поступило почти тысяча звонков и более 300 обращений. Все это в аккаунты в соцсетях и губернатора, и правительства, и по электронной почте. И вот, еще раз говорю, всех жителей интересует вопрос, куда и в каких случаях можно выходить из дома. В гости нельзя ходить. Нельзя ходить в гости. Между прочим, вообще в гости нельзя ходить, на дачу нельзя ездить, в кино посмотреть, во дворе погулять. Ну, нельзя. А все потому, что один человек, если он даже не знает, что он заболел, может в день заразить до трех людей других. Вот, ты знаешь, ты один, и еще на три. Еще на три, да. И все это в геометрической прогрессии растет. И, естественно, вот, напомню, что из дома можно выходить только в случае крайней необходимости, а именно в ближайший магазин или аптеку за продуктами, лекарственными, предсредствами можно вынести мусор, выгулять собаку. И запрет также не распространяется на случай, когда вы вынуждены продолжать свою трудовую деятельность, поскольку ваша организация является непрерывно действующей. Вот так. Да, и, кстати, если кто-то все еще думает, что штрафы – это шутка, не шутка совершенно. С начала апреля уже начали штрафовать людей, которые нарушают наше законодательство, постановление нашего губернатора Ростовской области. И штраф, еще раз скажу эту сумму, от 15 до 40 тысяч. Можно запросто получить. Ну, а поэтому, друзья, планируйте свой день, находите чем заниматься дома. Ну, а и в этом вам, например, могут подсказать звезды. И прямо сейчас гороскоп. Овны. Важные срочные дела сегодня лучше решать в первой половине дня. Осторожнее с тратами они могут выйти за планируемый бюджет. Тельцы. Благоприятный день для подписания договоров и начала любого долгосрочного сотрудничества. Ваша собранность и внимательность помогут избежать ошибок. Близнецы. Сегодняшний день дает шанс исправить ошибки из прошлого. У вас будет достаточно сил и энергии и на новые свершения. Дерзайте. Раки. Не реагируйте на провокации окружающих и не провоцируйте конфликтов сами. Тогда день обещает быть удачным. Смена обстановки поднимет настроение. Львы. Сегодня важно делегировать полномочия. Много успеете сделать. Важен творческий подход в решении трудных задач. Девы. Хорошие новости с работы помогут поднять настроение. Но внимательность и осторожность в делах сегодня вам не помешает. Весы. Лучше уметь договариваться и искать компромиссы. Чем настаивать на своей точке зрения. Чтобы избежать конфликтов, может потребоваться умение вести долгие переговоры. Скорпионы. Первая половина дня подходит для решения любых сложных вопросов. Будет шанс заключить выгодные сделки. Но будьте внимательны и сосредоточены. Стрельцы. Сегодня ваша помощь понадобится многим людям. Ваш альтруизм будет очень кстати. Вы быстро справитесь со всеми делами и поручениями. Козероги. День потребует особенной осторожности и сосредоточенности. Иначе ошибки неизбежны. Благоприятный день для получения новых знаний. Водолеи. Сегодня ваш оптимизм и прилив сил помогут справиться с любыми делами. Если будет нужна помощь, обратитесь к близким людям. Вечером незапланированные расходы. Рыбы, старайтесь сегодня не рисковать деньгами и не совершать спонтанных покупок. День не обещает быть легким. Отдых и сохранение спокойствия вам помогут. Во время самоизоляции мы все чаще смотрим на звезды, потому что вставать нужно не так рано. Ехать-то на работу не нужно, только лишь пройти в соседнюю комнату. И, естественно, режим сна сбивается. А вот как сон влияет на наш иммунитет? И вообще, что с этим делать? Поговорим прямо сейчас с врачом-сомнологом, кандидатом медицинских наук Людмилой Лешиной, которая с нами на связи. Людмила, доброе утро! Да, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Как спалось? Больше, чем обычно. Мы сейчас заложники ситуации. Ну, действительно, многие сейчас, не только жители Ростов, Донского региона, вообще, в принципе, по всему миру столкнулись уже несколько недель с этой проблемой, с этой ситуацией. Людмила, действительно, насколько важно даже в такой обстановке, вынужденной обстановке соблюдать режим сна, поскольку всем нам известно, что у сна действительно благотворное влияние на наш иммунитет. Вы абсолютно правы. Дело в том, что сон у нас обладает так называемой протекторной или защитной функцией. И мы говорим сейчас не только о защите иммунитета. То есть мы все понимаем, что во сне происходят восстановительные репаративные процессы, очень полезные для нашего тела, но ещё и для нашего мозга. То есть мы можем восстанавливать свою память, мы можем получать какую-то, укладывать какую-то информацию, поэтому, конечно, это очень важное мероприятие, наш сон. Ну вот сейчас многие достаточно долго спят, режим немножечко свой сдвинулся. Это хорошо или плохо? Или что вообще с этим сделать? Дело в том, что у нас существуют так называемые биологические ритмы. И все мы знаем, что людей условно можно поделить на жаворон, ковсов. А сейчас в связи с тем, что мы ограничены в физической нагрузке, ограничены в свежем воздухе, в прогулках, естественно, эти циркадные биологические ритмы очень значимо сдвигаются. И, к сожалению, это имеет негативное влияние. Поэтому во время карантина очень важно стараться придерживаться определенного режима, как сна и бодрствования. То есть это такой цикличный процесс. И нам необходимо соблюдать определенные, ну давайте ставим это советами, которые я могу дать во время данного периода самоизоляции. Ну, во-первых, необходимо ввести жесткий график для себя, а, возможно, кому-то даже поможет дневник самоконтроля. То есть если это подъем даже позже, чем был раньше, то, допустим, будет сдвиг на один, максимум полтора часа, но не более. Дальше. Я думаю, уже все читали в соцсетях у своих друзей. Необходимо продолжать соблюдать определенные физические нагрузки. То есть около 30 минут в день. Пусть это будут отжимания, прыжки. Может быть, мы покачаем без дома или какая-то растяжка. Но за счет физической нагрузки тело встает. Таким образом, нам будет легче устать. Третий мой совет — это продолжать осуществлять прогулки. Не у всех есть собаки, не у всех есть маленькие дети. То есть это хотя бы будет проход действительно в магазин или в аптеку по необходимости. Или просто проход вокруг дома в течение 100 минут с маской или без. Но желательно такие прогулки, возможности переносить на вторую половину дня. То есть лучше, если они будут в вечернее время перед сном. Так как свежий воздух также обладает угнетающей функцией, нам будет легче уснуть. Если еще я могу добавить определенные советы, то люди, которые вообще не имеют возможности выйти из дома и находятся, допустим, на жёстком карантине в течение 30 дней, должны в первой половине дня максимально увеличивать освещение в своей комнате. Пусть это будет электрическое освещение или это будет естественный свет. И проводить в условиях яркой освещенности минимум полтора-два часа. А вечером, наоборот, немножечко приглушать свет, приглушать лампы. А главное, и это очень важно для всех нас сейчас, сбегать общение с нашими любимыми гаджетами, то есть компьютерами, соцсетями, какими-то планшетами. За час до сна мы полностью собираем все наши гаджеты. Даже сама я иногда хочу пролистнуть какие-то новости. К сожалению, они сейчас часто неблагоприятные. Здесь абсолютно сознательно остановлено. То есть кровать у нас должна служить не местом получения новостей, а исключительно созданных для сна и для любви. Вот таким образом мы собираем своё постичное место. Людмила, у меня ещё такой вопрос. Если говорить по диетаметке. У меня ещё один такой вопрос. Мы всё забываем как-то о людях, которые работают в этот период и, возможно, находятся в неком, наоборот, таком напряжении, потому что они не могут самоизолироваться, они ходят на работу, и у них нагрузка идёт мало того, что они продолжают в этих условиях трудиться, плюс ещё какая-то, может быть, внутренняя нервная нагрузка, и они, наоборот, потеряли сон. А вот что им делать? Всё правильно. Вы сейчас говорите об острой инсомнии, то есть диагноз острой сонницы. Мне очень легко привести пример, потому что это я. Наш медицинский центр продолжает работать и свою первую специализацию по клорбрачу я продолжаю осуществлять. А я ещё и получила ребёнка, и его, допустим, дополнительные занятия, которые проходят онлайн. Поэтому да, это двойная нагрузка. То есть в условиях такого острого стресса пациент может принимать препараты группы мелатонинов. Ну, я сознательно не называю определённые марки, но, тем не менее, мелатонин — это гормон сна, это адаптер, это неснотворное, которому потом человек может психически, физически привязаться, и получится такой замкнутый круг использования снотворного. А это гормон, который… его называют гормоном темноты, даже не гормоном сна, а гормоном темноты. То есть если мы за 30-40 минут до сна выпьем 3 мг препаратов мелатонина и немножко приглушим освещение, это будет абсолютно физиологический процесс отхода ко сну, потому что острую инсульмонию, острую бессонницу, связанную со стрессом, действительно необходимо лечить. И второй момент я как раз по диете хотела сказать. Мы можем увеличить количество препаратов, которые… извините, не препаратов, пищи, которая содержит трептофан. Это бананы, соя, то есть не стимулиторы, а наоборот те продукты, молоко. То есть те продукты, которые увеличивают количество трептофана и серотелина из гормонов удовольствия. Людмил, у нас, к сожалению, закончилось время для нашего с вами разговора. Да, к сожалению. Спасибо вам большое за то, что вы успели сказать. Мы, наверное, вынуждены будем еще раз к вам обратиться, поскольку тема действительно широкая. Спасибо вам огромное. У нас на связи был врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Людмила Лешина. Вот все-таки как ни крути, а ростовчане – люди одни из самых предприимчивых и неунывающих. Даже в период самоизоляции они находят чем себя занять с пользой для общества и особенно для братьев наших меньших. Один из жителей Ростова построил во дворе многоэтажки, двухэтажные домики для бездомных кошек. Такое кошачье общежитие можно увидеть на улице Ларина. Вот полюбуйтесь просто. Мне кажется, это потрясающая, во-первых, задумка, во-вторых, в принципе, исполнение просто великолепное, нужно отметить. Конечно, о постояльцах на данный момент еще ничего не известно. Они еще не заселились. Они, да, они только получают... Ордера. Ордера. И в самое ближайшее время, я думаю, что устроят новоселье. Но если нас позовут, то мы с огромным удовольствием будем вести репортаж. А вообще, братьям-старшим эта идея очень понравилась. И, конечно, комментарии в социальных сетях говорят сами за себя. Классно, молодец, человек с больших букв, отличное начинание. Конструкция не идеальна, но есть над чем работать. Я думаю, что все сложится, и всех кошачьих мы готовы будем поприветствовать в своих домах. В общем, делал это однозначно человек с прекрасным настроением, чего и мы вам желаем, дорогие друзья. И самое главное, продолжайте смотреть утренний телеканал в Ростовской области.